Друзья, всем привет из красивой Польши. У нас сегодня новое видео, новое интервью с Анной, которая получает свою долгожданную карту сталого побыта на основании польского происхождения с картой поляка. Анна член полонинной организации, в которой состоит уже много-много лет, несмотря на то, что она уже уехала в Польшу, интегрировалась в Польшу, но она все равно продолжает состоять в обществе. Анна расскажет про свой путь, чем она занимается, как проходила та самая интеграция. 100% вам будет очень интересно, поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и продолжайте наслаждаться видами нашей прекрасной Польши. Ваш Максимилиан Ремкевич. Всем привет, меня зовут Максимилиан, Максимилиан Ремкевич. Друзья, рад всех видеть. Друзья, у нас сегодня необычное начало. Как вы видите, что мы находимся в квартире, в квартире, в которую сейчас приедет наша главная героиня, которая сегодня забирает свою долгожданную карту сталого побыта. Немножко расскажу. Это Анна. Многие уже знакомы с Анной. Был очень интересный подкаст о том, как она получала карту поляка, через что она прошла, как она работала в полонейной организации и до сих пор там находится. До сих пор старается помогать, несмотря на то, что проживает в Польше. Весь этот путь, как сбор документов, прохождение собеседования и так далее, все вы можете найти в нашем канале и нашем телеграм-канале. Подписывайтесь. Сейчас Анна меняет квартиру и, соответственно, ей нужно на две недели где-то проживать. Две недели ей нужно где-то проживать. И она, соответственно, будет проживать тут. Квартира расписана уже на много месяцев вперед. Сам не ожидал. Иногда, в крайнем редком случае, люди отказываются. Так что пишите. Телеграм-собачка-столый-повод. Спрашивайте. Только для своих, только для знакомых. Эта квартира может быть ваша на какой-то срок. Там два-три дня. Нет, минимум три дня. И это будет очень хороший способ, так сказать, для того, чтобы найти какую-то квартиру. Потом либо вы приезжаете сюда в гости, либо приезжают ваши родственники. В квартире, кстати, поставили кондиционер Daikin. Одна из лучших фирм. Вот. Там сплит-система, соответственно, блок. Вот. Квартира полностью оборудована. И Анна сейчас приедет. И после этого заедем в офис, заберем еще документы. И после этого в ужин получать ту самую заветную карту. Представляете, какой сегодня у Анны день. Вообще, это же просто потрясающе. Невероятный день. Хорошее настроение, я уверен, должно быть. Вот. Ну, посмотрим, как зайдет. Сразу же снова включим камеру и с ней пообщаемся. Вот. Друзья, ну что, ждем Анну. Анна уже поднимается. Жду ее. Здрасте. Закрывайте дверь. Как настроение? Как доехали? Прекрасно. Можно еще чуть-чуть попозже. Сейчас просто отдышаться. Чуть-чуть попозже? А вот хотел поймать прямо. Нет, все хорошо. Уже все хорошо. Ну, отлично. Уже есть. Почему такая запыхавшаяся Анна? Сейчас объясню. Потому что сегодня она прощается со своей карты полякой навсегда. А у нее есть дочка. А дочка совершеннолетняя. А у нотариуса-то ничего не сделано было? Да. Ну и как? Нашли нотариуса? Да. Все сделано. Последний момент. У нас на часах 11.31. В 13.10 получение. Поэтому сейчас нужно кучу всего сделать. Забрать документы. Доехать туда-сюда. Ну и уже. И уже выдохнуть. Да. И уже выдохнуть. Ну все, тогда. Сейчас буду знакомить с квартирой. Хорошо. Все. С Анной посмотрели квартиру. Кстати, как впечатление? Все отлично. Все очень удобно. Чисто самое главное. И почти как дома. Потому что тут есть такие вещи. Пока не буду открывать все тайны. Которые, когда ты приезжаешь, уже тут тебе не нужно оборочно искать. Соль, сахар и все остальное. Ну просто ты ненадолго уехал. Все хорошо. Мелкие бытовые вещи, которые очень важны. Очень важны и нужны. А из мелочей складывается. Впечатление. Да. И уют. Ну что, мы сейчас будем прощаться с картой поляка. Да. Давай запечатлим. Вот та самая карта поляка. Заслуженная. Вымученная. В карте год и один месяц. Да. И мы уже сегодня с ней прощаемся навсегда. Сегодня только, слава богу, Анна успела сделать для дочки нотариально заверенную копию. Вот. Чтобы, ну децизия тоже остается. Чтобы ее дочка смогла также претендовать потом на карту поляка. Сейчас, как я понимаю, учит язык. Учит язык. Меняет фамилию. Потому что только замуж вышла. Да. Есть такие нюансы. Да. Занимается всем этим. Ну и, собственно говоря, будем дальше тоже двигаться по этому процессу. А мы прямо сейчас выезжаем в офис с документами. И после этого в ужин. Все. До встречи в ужин. Пока. Уже на Маршалковской идем. Сейчас в наш офис. Забираем документы. И потом в обратную сторону уже в ужин. Так что время поджимает. Ускоряемся. Анна рассказывала про свою полонию. Как на... Привезла значки, да? Что-то такое. Да. Я была здесь, когда был юбилей Варшавского восстания. И, конечно, привезла значки. Были рады. Потому что следили, как я здесь, в Варшаве. И у нас даже теперь есть маленький такой филиал варшавский. Наши полонии. Встречаюсь сегодня со своей коллегой. Здорово. Как раз-таки на Пляц Конституции. Будем проводить мероприятия. Смотрите, несмотря на то, что Анна проживает в Польше. Она полонист. Я, как говорил в самом начале нашего видео. Она все равно там состоит и старается помогать. Да, обязательно. Поддерживать. Передавать какие-то... Потому что это была некорыстная история. Это была действительно история, которая меня интересовала. Часто в полонию приходят с корыстными интересами. Ну, зачастую, скажем так. Но все-таки есть люди, которые действительно преданы. Организации, особенно не в Польше, где можно поговорить на польском языке, изучить польскую культуру. Поэтому, конечно, мы здесь тоже пытаемся поддерживать. И создали филиал. Наши полонии здесь, в Варшаве. Ну, из корыстных побуждений туда и не попадешь. Это быстро раскусит. Да. Либо ты действительно этим занимаешься, этим живешь. Либо ты ничего не делаешь. Очень интересное видео на эту тему. Я прикреплюсь здесь. Вот. И там с одной полонисткой, которая также брала интервью. Очень интересное интервью. Можете послушать обязательно. И об этом мы всем тоже рассказывали. Очень подробно. Все. Мы подходим сейчас к нашему офису. И после этого уже дожим в ужин. Заходим в лифт. Забираем документы. Да. Для получения карта сталого побыта. Как предвкушение? Я даже вот в руки возьму. Что-то как-то... Я уже здесь живу. Ну, я как понимаю, что от карты поляков эмоций было гораздо больше. Ну, это был первый шаг. Это был такой серьезный. Это было вот прямо... Мне кажется, что даже карта поляков у тебя по эмоциям будет сильнее, чем гражданство. Наверное. Наверное, да. Потому что это я сделала. Да, это самое такое. Потому что... Понимаю. Ну, сейчас сравним. После получения карта стал уже в руки. Как будет по эмоциям? Все может быть. Сравним. Так, ну что, мы подходим уже к призыву. У нас еще есть в запасе 20 минут. Там ужин. Здесь мы. Здесь мы, да. Да. Здесь 20 минут. Дорога уже известная, прохоженная. Сейчас обсуждали тему гражданства, про дочку в офисе тоже. Но уже немножко попозже, на обратном пути. А, еще откроем. Революция. Теперь можно. И в Санкт-Андере нужно будет обязательно занести. Да, я завтра сделаю обязательно. Да, и в банк занести уже карту. Вот. Так что так. Ну, все. Сейчас будем получать заветную-заветную. И потом уже поделимся впечатлениями. Дорога. Ай, хватит. Ай. 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 Фу, вышли мы из ужина, да? Выдохнули. Анна не верила до последнего, я не знаю почему. По какой причине она не верила? Пойдем вам влево. По какой причине она не верила в свой успех? Ведь она была с нами. Теперь веришь? Верю, ну конечно, в руках, все. Нет, ну просто столько к этому было. И устройство на работу, это было так стрессово. Поиск жилья. Поиск жилья, потом адаптация здесь стрессово. Вот, все это было на таком каком-то стрессе. Сейчас, когда это все закончилось, ощущение, что ну, получилось. И она такая сказала, что черт возьми, я не верю, что я столько сделала за это. Только сделала за этот год, да, это действительно. Да, берите пример, берите пример, как я сегодня написал, какой сегодня, в день, когда пришла чудо-эсэмэс, я написал про Анну. Это тот самый яркий пример для тех, кто, ну, например, у кого не хватает документов, у кого какие-то сомнения. Просто берите пример. Просто делайте. Просто делайте, и подлежащий камень, вода не течет. Сейчас мы идем выпить кофе и открыть револют. Наконец-то. Магический, классный револют. Прямо сейчас идем открывать. По моей реферальной ссылке. Кстати, ссылку тоже прикрепляю в описании. Переходите. Тем, кто перейдет по моей ссылке, я, соответственно, плачу половину от этой стоимости. Сразу же вам на революты отправляю. Так что у вас будет и бесплатная карта, и так далее. И обслуживание там в банке тоже бесплатное. Так что вот, переходите. Ссылка будет в описании. А мы идем открывать. Все, пьем кофе. Отдыхаем. И делаем револют. Прямо сейчас. Отключаем. Выдыхаем немножко. Попили кофе. Установили револют. Ну, теперь можно немножко побеседовать. Так, ну что. Рассказываю, Анна, что случилось за этот год с тобой. Ты так поделилась, что ты много всего сделала за этот год. И сама не поняла даже, как быстро время пролетело. Как быстро все. Да, и так далее. Я просто немного сначала начну. По поводу того, как я поверила в компанию Максимилиана. Давно-давно это было. Уже почти два года прошло, да. Когда мы тогда в ноябре списались. В Лохматом 22-м, по-моему. Я только к тебе зашла. Ты меня записала на собеседование на карту поляка. Потом мы готовились. Оксана. Получила карту поляка. И я уже без всяких сомнений пошла с Максимилианом дальше. И за этот год, ровно год, я уже говорила, прошел с момента получения карты поляка. Опять-таки, слушая все советы, выполняя все, что Максимилиан говорит. А иногда из-за своей занятости что-то забывала и получала волшебные подзатыльники. Что ты чего, давай, ну-ка быстро. Я приехала, получается, в марте в Польшу. Выполнила абсолютно все рекомендации, которые получила от Максимилиана и его невероятно слаженной профессиональной команды. И вот спустя полгода у меня есть теперь стол и повод. Полгода прошло, да? Полгода прошло, да. Сначала мне казалось, что это очень много. И я помню, когда мы с Оксаной документы сдали, у меня, наверное, было такое несчастное лицо, что она даже меня так по-матевицки приобняла. Сказала, все будет хорошо, у тебя все получится. Это главное, не бойся. И да, эти полгода, конечно, в Варшаве прошли у меня просто великолепно. Я посмотрела город, но это мои личные впечатления, что по поводу любых вопросов, которые у меня возникали. На что хотела обратить внимание, что мои любые вопросы, мои сомнения, я в любой момент могла позвонить. Или Оксане, или прийти в офис, или лично пощаться. Да, или Максимилиану. Я получала ответы незамедлительно, самые полные. Даже какие бы странные вопросы я не задавала. То есть это не то, что мне сказали через полгода. Спешишь? Чуть назад спешишь? Да, это не то, что мне сказали, через полгода мы тебе позвоним, все будет хорошо. Это консультации на протяжении всего времени. Причем по любым вопросам. Даже не связанным с документами, а просто такие житейские, бытовые. Супер, спасибо большое. Слушай, ну вот смотри, за это время же ты еще по своему призванию начала тоже развиваться. То есть экскурсии, туризм, с туристикой помимо всего. То есть ты как бы и в этом развиваешься. Поэтому я говорю, что столько сделано, что даже не верится, что я никогда не думала, что я буду гидом в Варшаве. Подожди, сейчас сделаем тебе рекламу. Анна уже проводит экскурсии в Варшаве. Да. Уже были не одна экскурсия, я же, по-моему. Да, уже было больше десяти. Уже больше десяти экскурсий. И сейчас весь график расписан, по крайней мере, на эту неделю. Группы там вплоть до пятидесяти человек. Да, это моя гордость. Да. И обращайтесь, пишите. То есть есть индивидуальные туры, есть групповые туры. На любой вкус. На любой вкус. И на любой маршрут. Сейчас же у тебя маршрут еще Гданск, по-моему, да, тует? Да, я сейчас делаю Гданск. Да, помимо Варшавы еще будет Гданск. Так что смело пишите в личные ко мне опять-таки вот моя ссылочка. А дальше я уже вас сведу без проблем. Так что вот так. Что-то еще? Что-то еще. Идем дальше, как обычно. Что-то еще. Мы же не можем останавливаться. Будем идти дальше. Будем идти дальше. А идти дальше мы будем уже к гражданству. Сейчас уже будем начинать. Всегда говорю, только получили. Сразу начинаем гражданство. Все меняется. Бестратично и так далее. Помимо гражданства. Дочка. Учительный научат язык. Надеюсь, она это смотрит. И это действительно так. Да, это так. И записываем все. И ее на карту поляка соответственно подаем. Вот. И что дальше? Ну все, двигаемся, да? Двигаемся, да. Да. Мы не останавливаемся. Но эмоций все-таки по карте поляка было побольше, да? Просто это тогда было, что... Это самое сложное. Это самое сложное на самом деле. Это как будто бы нереальное. Это вот, да. Вот это как раз таки из-за разряда, что это нереально, что ты это сделал. Тем более сложнейший экзамен, который сдается. Да у тебя был вообще невероятно сложнейший путь. Да. Да экзамен здесь был очень сложный. И поиск документов. Ну все было сложно. Все было сложно. Вот все было сложно. И очень долго ждала свою очередь. Да, да. Ну все равно тебе везло на этом пути. Везло. Мне даже Оксана сказала, когда она меня записывала сейчас на ПОБЭТ. Она говорит, ты знаешь, ты все-таки, говорит, безгрешный человек. Все получилось. То система висит, то еще что-то. Как-то все получилось. Поэтому... Ну даже когда ты меня продавила тогда... Да. Давно. И честно, я не верил. Я помню, что ты мне не верил, да? Я не верил. Очень скептически. И сколько раз отпихивал меня. Идите. Идите своей дорогой, девушка. Не надо нам тут... Ну меня как-то оно вообще поражало, продавило. И потом просто пошло вообще каким-то семимильными шагами и все. И она когда написала, в этот же момент появилась супер дефицитная запись. Да, я помню. Там выкинули что-то там 5 или 6, не знаю. Которая была, по-моему, на 7 месяцев вперед. На 7 месяцев вперед, да. Да, там что-то очень долго. В общем, все получилось. И вот он результат. Если у тебя он далеко, то с удовольствием посмотрим, как он, так само, результат выглядит. А то не поверят же, понимаете? Не поверят. Пожалуйста. Мы, конечно, это все замажем дело, но вот. Все, друзья, будем мы заканчивать. Может быть, пожелаешь кому-нибудь приветы, пожелания? Ну, приветы, ну, во-первых, моему, моей полунии, едности, приветы всем, кто сомневается. А самое главное, чего я хочу пожелать, не надо останавливаться, потому что нет таких трудностей, которые нельзя преодолеть. Главное, верить. Которые не даются нам по силам, да? Все. А мы идем дальше. Я надеюсь, что следующая запись будет уже с дочкой. Я тоже надеюсь. И с гражданством. Так что вот. Все, друзья, всем пока. Хорошего настроения. Пока-пока. Чаще. Чаще.